Алексей, доброе утро, дорогие телезрители. Рубрика Мнужеников из Бкдена делает крутой винт, хорошего настроения, приветствую тебя в прямом эфире. Сейчас у меня в руках находится всем известная, как это назвать, купюра, да, с видом на, конечно, нашу часовню и коммунальный мост. Правда, мы сейчас стоим с другой стороны этой достопримечательности, переправы основной артерии транспортной нашего города. А все почему? Потому что сегодня юбилейная дата, да, достаем чашечки с кофе, поднимаем их перед телевизором, чтобы отметить 50-ти пятилетие со дня ввода в эксплуатацию этого моста коммунального нашего, да, нашего. В 1931 году он был введен в эксплуатацию 17 октября, наоборот, не сразу, через месяц только на нем поплыли потоки транспорта, трамваев и пешеходные, что на ваших экранах должны будут появиться фотографии с историческими этюдами. До появления моста горожане пользовались так называемым плашкоутом, это такой плод, который сначала был весельный, потом прибавили туда мотор и понтонным мостом. На ночь все это убиралось, потому что там корабли, баржи проплывали, и красноярцы нигде не пропадут. Предприимчивые лодочники приглашали тех, кто задержался на одном из берегов, чтобы переплавить на другой берег, но остается загадкой, как же они доплывали до острова отдыха, а дальше что? Пешком шли, как предположил оператор Кудько, у них там был семейный подряд. Вот плывет человек на лодке с уточкой, потом говорит, вот там найдите вторую лодку с уточкой и проплывете. А может, он говорит, ему сын был. 30 лет по этому мосту ходили трамваи, соединяя правобережье и левобережье в районе оперы и балета, но затем, по одной версии, в связи с тем, что сбери еще до переправа, вроде как от этих дрын-дын-дын разрушалась, трамвайные пути были демонтированы. И сейчас шестиполосное движение на этом мосту. В свое время это был самый длинный мост в азиатской части нашей страны. И все архитекторы высказывали свое восхищение. Строился он методом, кессонным способом, то есть в рабочих, в таком бетонном куполе, погружали на дно, и там они устанавливали сваи, и затем подвозили все эти вот арки, и строительство шло таким образом. Кроме того, сегодняшнее 17 октября примечательно тем, что наш железнодорожный вокзал принял первый поезд. Даты сегодня круглые. Грех просто идти на работу и вообще просыпаться с плохим настроением. Согласны со мной, дорогие телезрители? Юлия Алексей, какие у вас ассоциации с нашей главной примечательностью, например, что она на 10-рублевой купюре? Октябрьский, господи, октябрьский, давайте отметим. Коммунальный мост, что там? Первое хочу, первое не могу. Ну, в смысле, может быть, свидания у вас были под мостом, поцелуи. Какие воспоминания?